Все на матч мы продолжаем. Неофициальный финал зимнего сезона у биатлонистов и лыжников в этом сезоне это югорский марафон. Обычно спортсмены едут на Камчатку и там ставят точку, но на этот раз по понятным причинам все лучше собрались в Хантамансийске. Да, из-за коронавируса и из-за некоторых других сложностей. Ну кто здесь выиграть мог? Естественно, Александр Большунов, если он в заявке на каких-то российских стартах, то это практически стопроцентная вероятность, что он выиграет. Третьим здесь стал очень важный момент. Никита Поршнев, он биатлонист, это действительно сюрприз. Он опередил олимпийского чемпиона Александра Легкова, двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова и других именитых лыжников. У женщин победила Татьяна Сорина. Давайте посмотрим, как это было. В Хантамансийске перевернулся грузовик с топовыми лыжниками, шутят местные жители. Еще бы, ведь стартовый листья горского лыжного марафона пестрит известными именами. Лыжники Александр Легков, Сергей Устюгов, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Алексей Червоткин, биатлонисты Никита и Анастасия Поршневы, Карим Халили. Основным хедлайнером стал двукратный обладатель Большого Хрустального Глобуса, чемпион мира Александр Большунов. Отметились и легендарные лыжники прошлого. Хорошая компания, все друг друга поддерживают, все друг друга понимают, поэтому очень приятно. В 1988 это Калгари, 1988 год, где я стал олимпийским чемпионом, поэтому я этот номер родил. Еще накануне на предстартовой пресс-конференции Большунов сказал, в Ханты-Мансийск приехал только побеждать, о чем и было заявлено с первых километров дистанции. Если первые из двух кругов гонки соперники еще пытались что-то противопоставить лидеру российской лыжной сборной, то во второй части дистанции Сан Саныч ушел в отрыв, оставив пилотон далеко позади. Несмотря на то, что на последних метрах гонки Большунов раздавал пятюни зрителям и явно не спешил пересекать линию финиша, отрыв от ближайшего соперника составил почти две минуты. После первого круга мы отъехали втроем и уже в километре на тридцатом я, наверное, вышел вперед, и ребята не смогли поддержать мой темп, и я продолжил до финиша и уже на синичной прямой так спокойно доехал. Вторым стал марафонец с большим опытом длинных дистанций Рауль Шакирзянов. Для пермского спортсмена это уже третий югорский лыжный марафон. Что удивительно, каждый из них заканчивался вторым местом. Третьим финишный створ пересек биатлонист Никита Поршнев, для которого этот марафон был первым в жизни. Успешно выступить помогла стратегия. После того, когда мы пошли на второй круг, я понял, что ребята ушли в отрыв, и я чувствовал все силы догнать их. В общем-то, так и получилось. Я догнал их и старался держаться за ними. У женщин лучший результат у серебряного призера чемпионата мира Татьяны Сориной. Ее напарницы по команде Наталья Непряева и Юлия Ступак расположились на второй и третьей ступеньках пьедестала соответственно. Как объяснила победительница, выйти вперед помог удачный старт. Повезло зацепиться за мужскую лидерскую группу. Ехал, что-то ругалась, не знаю, на мужиков что ли. Что говорит, что-то медленно идут первый круг. Я ей говорю, ты что вперед, иди назад. Они пешком идут, мне надо это. Ругалась только. Я шла первая, там немного, не хотелось поток ветра брать. Я говорила, парни, выходите, работайте, потому что за 10 километров там был уже небольшой отрыв. И не хотелось там после такого отрыва просто сбавлять темп, хотелось до конца работать. Зимний сезон подошел к концу. Спортсмены разъезжаются по домам, чтобы после небольшого отдыха вернуться к тренировкам. Впереди олимпийский сезон и большая цель – медали главного старта четырехлетия. Анна Волкова, Олег Балахонцев, все на матч, Ханты-Мансийск. Я бы не стал, я бы дать себя.